Здравствуйте! В эфире «Время жить»! Программа о последних новостях в области здоровья и медицины. Сегодня вы увидите Поленоз. Что это такое и как его лечить? Иглорефлексотерапия. Насколько она эффективна и при каких болезнях помогает? Жизнь после инсульта. Что делать для скорейшего выздоровления? В наше время аллергия – одно из самых распространенных заболеваний. В большинстве случаев не смертельная, но доставляющая дискомфорт. На весну, лето и начало осени приходится пик аллергии на пыльцу – поленоза. О профилактике и лечении этого неприятного заболевания расскажем дальше. Есть люди, у которых повышена чувствительность к пыльце цветов, трав, деревьев. Они плохо себя чувствуют в огороде, в поле, иногда в лесу. Многие не переносят запаха сена. Это аллергическое заболевание называют поленозом. У детей оно наиболее часто наблюдается в возрасте от 3 до 9 лет. Если касаться вопросов пыльцевой аллергии, то в средней полосе нашей центральной мы разделяем 3 волны пыльцы. Первая – это пыльца деревьев, чаще всего это береза, ольха, лещина. Потом пойдут в конце июня, июля, пойдут травы луговые, сорные. И третья волна – это конец, август, начало сентября – это аллергены именно полыни. Вот три такие серьезные, в общем-то, пыльцевые волны. Врачи говорят, если родители почувствовали, что их малыш болеет как-то необычно, весной и летом без температуры у него слезатся глаза, заложен нос, он чихает, кашляет, и обычный противовирусный препарат в такой ситуации не помогает, а симптомы снимает какая-то таблетка против аллергии, мама и папа должны забить тревогу и обратиться к специалисту. Это может быть аллерголог или пульмонолог. У нас в Рязани существует и несколько центров, которые этим занимаются, и обратиться к специалисту, и уже поставить диагноз, и начать правильно лечить ребенка. И на что мы больше настраиваем родителей – это профилактировать. Потому что, когда уже мы поняли, какая аллергия, на что, на деревья, на травы, на полы, мы уже родители учим правильно себя вести в этот сезон. Если это проявления не сильные, то мы учим родителей как правильно справляться. Если проявления сильные, то мы даже рекомендуем поменять на это время и место проживания. И очень интересный вопрос обследования и лечения. То есть такого ребенка обследовать лучше, конечно, не в период цветения, а обследовать тогда, когда симптомы эти все уходят. То есть это уже будет конец осени, начало зимы. Для определения аллергенов малышу ставят кожные пробы. Существует такой метод обследования, как взятие крови на аллергены. Однако его лучше применять, когда основные симптомы заболевания стихают. Очень эффективный метод лечения, который мы проводим также вот в Рязани и на базе нашего отделения, и на базе конституционной поликлиники – это лечение аллергенами. Самое эффективное, то есть мы сильно-сильно разводим значимые аллергены, как бы маленькими прививочками мы ребенка лечим. Но все это проходит под контролем. Это определенный возраст. То есть просто так вот, чтобы родитель пришел и сказал, полечите мне аллергену, все-таки это нужно делать с привлечением специалиста. Нередко бывает так, что настоящую аллергию можно спудать сложной. Она случается, например, когда ребенок что-то переел, и у него появилась сыпь. Это может быть реакция на большое потребление того или иного продукта. Или сейчас очень много у нас продуктов, которые содержат консерванты, красители. Да, ребенок съел больше, чем обычно, каких-то цветных сосулек или какого-то сока, как правило, это восстановленные соки. У ребенка появляются какие-то высыпания, какие-то проявления. Не все это относится к позиции и к определению аллергии. То есть тут, я говорю, что все равно надо консультироваться с педиатром и, в крайнем случае, с аллергологом. Если же вашему ребенку поставили диагноз поленоз, то в период цветения важно уменьшить контакт малыша с пыльцой. Нужно постараться, чтобы ребенок не гулял. Если какие-то есть необходимые прогулки, куда-то нужно сходить, чтобы у ребенка была закрыта голова, то есть какая-то должна быть головной убор. После того, как ребенок вернулся с улицы, нужно всю одежду оставить в коридоре и прополоскать ее в воде или в машине. Ребенка под душ, умыть, прополоскать ротик, прополоскать нос. В той комнате, где ребенок спит, не должно быть вещей ребенка и взрослых, которые приходят с улицы, потому что вся одежда, она содержит вот эти вот частички пыльцы. Также важно ежедневно проводить влажную уборку и на сеточку в окошке вешать влажную марлю и каждый день ее менять после того, как вы ее прополоскаете. Метод иглорефлексотерапии применяется в комплексном лечении самых разных заболеваний, но в первую очередь курс иглоукалывания используется для подавления болевых ощущений различного происхождения. Кстати, по легенде, один из военачальников Древнего Китая, который страдал от нестерпимых болей в спине, в бою был ранен стрелой в ахиллесово сухожилие. Именно это ранение избавило его от боли в пояснице. Тогда у врачевателей и появилась теория о взаимосвязи укола в определенную точку на теле с работой определенных органов. Конечно, с тех пор наука шагнула далеко вперед. Иглоукалывание стимулирует высвобождение в головном мозге гормона эндорфина, что приводит к быстрому подавлению боли. Это свойство сделало иглорефлексотерапию популярным способом лечения самых различных заболеваний. Эффект очень высокий. В чем эффект? Снимается болевой синдром, улучшается общее состояние, нормализуется сон, повышается защитная сила. Что это нужно для человека? Это самое главное, понимаете? А потом уже мы начинаем лечить то, что у него конкретно есть какая-то болезнь. И мы лечим не просто болезни, допустим, радикули, камни злошного пузыря и так далее, а всего человека. То есть одновременно мы лечим всего человека и то, что у него беспокоит. Воздействие специальными иглами на биологически активные точки способно активизировать собственные резервные восстановительные процессы в организме, повысить иммунитет, переломить лечение болезни. Метод практически не имеет противопоказаний, в отличие от медикаментозной терапии, не вызывает аллергических и других побочных реакций. Вот уже три года мы занимаемся лечением беременных. Вот женщина забеременела. Невынашивание беременности, токсикоз беременности. Ну, что такое лекарство? Это же и ребенок. А у нас эффект очень высокий, до 90%. Приходит нам, мы иголочки ставим в определенное место, токсикоз уменьшается, и невынашивание сокращается, и женщины, пожалуйста, буквально довольны. Дальше беременная женщина, главное, боли, давление подскочило, лекарства тоже лепить нельзя. Пожалуйста, приходите, а у нас противопоказаний нет. Продолжительность и количество сеансов определяются индивидуально. Легкие нарушения порой снимаются одним сеансом. При хронических заболеваниях стандартный курс лечения 10-12 дней. Для закрепления эффекта его повторяют через месяц, затем через три, а потом через полгода. Применение иглорефлексотерапии дает хороший эффект даже при лечении сахарного диабета, бронхиальной астмы и других серьезных заболеваний. Однако у этого метода все же есть противопоказания. Лечим буквально практически все, кроме опухолей, любой идеологии и локализации. Вот, допустим, обыкновенный жировик, он может быть являться противопоказанием. Опухоли женских половых органов, миомы, фибромиомы. Но сейчас мы приступили, значит, к лечению и этих заболеваний, причем если нет роста. Вот мы, допустим, миоматки, мы делаем УЗИ малого таза. Если роста нет, мы аккуратненько начинаем лечить. Известно, что принцип иглотерапии заключается в воздействии на определенные точки, которые взаимодействуют с определенными органами и системами организма. Эти точки объединяются в каналы. Так, например, есть канал легких и канал сердца. Правильно, воздействуя на нужную точку, можно улучшить и наладить работу дающего сбой органа. Сейчас очень много литературы, которая написана, пожалуйста, для применения в домашних условиях. Но это мое кредо и, по-моему, кредо в основных врачей. Самолечение вредно и опасно. Ведь есть точки, которые работают в двух направлениях. Вот, допустим, точка ХРУ, она общую укрепляющую, повышающую защитные силы, снимающая ренит, отек носа и так далее. Но в то же время у нее есть последействие, она повышает давление. Поэтому сильные надавления на нее при гипертонии опасны. Больного ведь этого же не знают, он начинает ее массировать. А массировать нужно в определенном образом. Определенные ощущения должны быть, понимаете? Нужно понимать, что иглоукалывание становится средством исцеления только в руках профессионала. Самолечение может только навредить. Ежегодно около 100 тысяч россиян переносят инсульт впервые. Это страшно для любого человека. Однако жизнь на этом не заканчивается. Нужно всеми силами стремиться восстановить свое здоровье. Кроме медицинских препаратов, обязательно ежедневно выполнять специальные физические упражнения. В настоящее время существуют весомые доказательства, что лечение инсульта в специализированном отделении улучшает его клинический исход. Желательно пребывание больного в таком стационаре в течение 2-4 недель. Таким больным проводится двигательная гимнастика, проводятся упражнения, мероприятия, направленные на восстановление их двигательной деятельности. С ними занимается логопед, который помогает восстанавливать речь. Процесс восстановления после инсульта напоминает то, как развивается младенец в первые месяцы и годы. Сначала учится координировать движения конечностей, затем переворачиваться, садиться, вставать, ходить. Одновременно формируются и социальные навыки. Развивается речь. Человек учится самостоятельно есть, одеваться, умываться, осваивает телефон, электроприборы, дверные замки, обживает пространство квартиры. В зале имеются тренажеры для восстановления ходьбы, когда больной ходит по ступенечкам по разным высотам, вверх-вниз, и потом он может ходить по ступенькам дома. Есть тренажер, к которым больной привыкает, как он может себя обслуживать на кухне, как он может умыться, как он может почистить зубы, приготовить себе, разогреть чай, приготовить еду. То есть минимальный уровень обслуживания, чтобы он мог это все начать, уже научился делать в отделении. У людей, перенесших инсульт, часто возникает множество вопросов и предположений относительно времени и возможностей их полного восстановления. Когда можно будет снова двигать конечностями? Когда восстановится нормальная речь? Когда человек сможет вновь сам за собой ухаживать? Восстановление идет у всех по-разному. Сроки не ограничены восстановления. Более активное восстановление идет в течение первого года. Через два года можно говорить о том, какое будет ли продолжаться восстановление активно, или оно будет очень незаметными шажками продвигаться. А заниматься нужно постоянно и длительно, чтобы не было пути назад. Потому что если пораженной рукой не заниматься, функция руки начинает ухудшаться. Обычно, наблюдая за скоростью восстановления пациента в первую неделю, можно сделать выводы о степени повреждения мозга. И уже после этого можно строить научные предположения о его состоянии. Восстановление функции и способности зависит от типа инсульта, от количества поврежденных клеток мозга, возраста и от скорости начала восстановительного процесса. Полностью восстановить руку и мелкомоторику удается далеко не всегда. Но можно научить использовать пораженную руку максимально тем движениям, которые будут восстанавливать мозг и восстанавливать движения в руке. Ведь наша задача – научить больного писать. Пусть будет не тот почерк, какой был до болезни, но он сможет расписаться, он сможет подписать документы, может написать то, что он хочет. Он может использовать ложку в своей практике, донести этой пораженной рукой ложку до рта. То есть это наша задача. Считается, что активное восстановление идет первый год после болезни. Потом эффективность снижается. Вот этот год нужно провести с наибольшей пользой. Необходимо не только восстановить свои двигательные функции, но и снизить риск повторного инсульта. Рекомендации повторять обязательно заниматься той гимнастикой, которую мы обучаем их делать здесь. Дальше они обязательно должны проходить лечение у доктора по месту жительства, то есть заниматься в поликлинике, посещать по возможности, кто может в поликлинику, поскольку в поликлиниках тоже есть залы, можно проводить массажи и вести нормальный образ жизни. Успех восстановления, несомненно, в значительной степени определяется настроем больного. Оптимизм, стремление достичь поставленной цели, разносторонние интересы, активные отношения к жизни помогают победить болезнь. На этом наша программа подошла к концу. Помните, что для здорового образа жизни необходима физическая зарядка и психическая разрядка. Успехов вам в достижении, конечно, крепкого здоровья. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА